Дерн был абсолютно великий человек, он сделал две совершенно фундаментальные вещи. Причем одну из них понимали до него, до некоторой степени, а вторую он придумал сам. Это, во-первых, представление об эволюции, то есть что живые существа, разные виды, постепенно переходят друг в друга, как популяция. Или, например, что у разных видов мог быть общий предок, который либо был похож на одного из них, либо не был похож ни на кого. Он описал механизм, под действием которого это происходит, механизм естественного отбора, когда возникают случайные вариации, из которых часть отбора отсеивается, большая часть этих мутаций — это уродцы. А какие-то вариации, которые оказываются хорошими для выживания, они постепенно фиксируются, вид немножко меняется. И он писал правильно, что основной отбор, основная конкуренция происходит между особями одного вида. Зайцы с лисами не конкурируют, зайцы конкурируют с другими зайцами, кто лучше убежит от лисы. А лиса является внешним фактором давления для них. И вот это Дарвин. А что случилось с тех пор? С тех пор случилась, во-первых, генетика. В чем-то было смешно. В первое время это была альтернативная теория, а не с эволюционистой генетикой, они друг к другу плохо относились. Да, надо как не смешивать. Потом в 30-е годы произошел синтез дарвинизма и эволюции. Стала понятна физическая природа этого носителя изменений генома, на который потом действует естественный отбор. То есть изменения происходят в геноме, эти изменения проявляются внешне как какие-то признаки, и на эти признаки действует естественный отбор. Соответственно, геномы, в которых закодированы хорошие признаки, постепенно их частота в популяции увеличивается. Была идея, что давайте мы возьмем всех носителей вредных вариантов, не дадим им больше размножаться, и этот вредный вариант сам собой исчезнет. И я, пожалуй, не готов сейчас обсуждать, это хорошее или плохое. Есть болезнь серповедно-клеточная анемия, которая... Там есть вариант гена, гемоглобина. В человеке там есть две копии каждого гена, от мамы и от папы. А если обе копии дефектные, то развивается серповедно-клеточная анемия, и такие люди плохо живут, они там задыхаются, значит, действительно им нехорошо. Если один вариант здоровый, ну такой нормальный, да, то, что называется, дикого типа, а второй вариант дефектный, то человек живет практически нормально. Но такой человек защищен от малярии. И оказывается, что вот этот вот дефектный вариант, он как раз распространен в тех областях географических, где, значит, распространенная малярия. Потому что там вот гомозиготы, которые с двумя вариантами, значит, они живут плохо, и отбор действует против них. Но при этом гетерозиготы, у которых один вариант такой, другой такой, отбор действует за них. А варианты в каждый раз перемешиваются. Вы не можете сделать популяцию, в которой все будут гетерозиготы, потому что по второму закону Менделя, все равно это в следующем поколении расщепится, у вас появятся гомозиготы такие и другие. То есть, у вас нет однозначно плохих генов. А второе наблюдение, это как бы современные результаты, ну, такие оценки, скажем, да, что на самом деле в каждом человеке, в каждый момент времени, там, ну, вот у вас, у меня, там, у кого угодно, а есть примерно 100 вариантов битых генов, просто неработающих, испорченных. Если мы хотим вынимать дефектные гены, то на самом деле, так сказать, никому не надо разрешать размножаться, потому что они у всех есть. Абсолютно практическим применением, скажем, эволюционной биологии являются всякие работы по возникновению, распространению лекарственной устойчивости. Мы там лечимся от, там, какого-нибудь вируса, бактерии очень быстро приспосабливаются к новым классам антибиотиков, и резервных антибиотиков, которым приспосабления нету, которые бы работали, их, в общем, на самом деле, практически не осталось, а новых классов не возникает. Если вы начали принимать антибиотики, то почему надо принимать полный курс? Вот это, на самом деле, ответ на это, там, это чисто эволюционно-биологический, потому что иначе вы вырастите у себя популяцию бактерий, которая к этому антибиотику будет невосприимчивой. Почему антибиотиками не надо кормить, там, скот? По той же самой причине, иначе вы вырастите популяцию бактерий, с которой потом не справитесь. Продолжение следует...